Друзья, всем привет! Мы находимся в Москве, практически в сердце города, рядом с Третьяковской галереей. Здесь у меня назначена встреча с автором бестселлера «Материнская любовь» Анатолием Некрасовым. Ему сегодня исполнился 71 год, и мы с вами сегодня проведем с ним весь день. Анатолий Александрович, здрасте! Поздравляю вас с днём рождения! Желаю вам, чтобы вы были таким же молодым, активным, энергичным, как сейчас. Благодарю, Динара, как я вас люблю! Вы замечательная женщина! Спасибо большое! Каждая встреча просто супер! При такой жизни разве можно выглядеть? Ну, мне что нравится, Анатолий Александрович, 71 год исполнился. Посмотрите, какой он живой, бодрый, активный, энергичный! Скоро приедет в Казахстан! Ну да! Да! Анатолий Александрович, для меня вообще большая честь, что вы сегодня свой день рождения проведете со мной. Вы знаете, сегодня вообще, и вообще несколько дней уже я нахожусь в уединении. Я отключил телефон и всё. Я ни с кем не связываюсь. Представляете, в свой день рождения я вот... Но почему-то я включил в тот момент, когда пришла смс-ка от тебя. Я вышел из уединения, то есть я здесь, ну, как говорится, вот в таком состоянии. Слушайте, ну очень важно провести первые дни после дня рождения самим собой, да? Не только перед, очень важно перед днём рождения, вот сонастроиться с этим днём, потому что это всё-таки Новый год. По сути, для человека это Новый год. И поэтому, ну как и любой Новый год, нужно начинать с подведения итогов, с наметки каких-то планов. И вот это вот нужно сделать. В этом году я это сделал особо, в уединении. Никогда такого не делал, чтобы никого не было рядом. Вообще человек, мне кажется, должен слышать себя, да? Почему человек начинает болеть? Потому что он же не слышит себя. Самый достоверный источник понимания себя, мира – это тело. Тело. Не голова, не ум, не мысли какие-то приходят, даже не чувства, а именно тело, ощутить тело. Это самый правдимый, правдимый источник. Тело живёт здесь и сейчас. Голова там может вперёд убежать, назад вспомнить. А тело здесь сейчас самое объективное. Поэтому вот послушать тело. И вот я послушал тело и решил остановиться и отключиться от всего. У нас сегодня праздничный обед с именинником. Здесь праздничный, но только именинник. Самая еда очень простая. Ну, вы знаете, я очень люблю русский борщ. Анатолий Александрович, я вас знаю уже больше года. Ни разу от вас ни в Инстаграм, ни по телефону не слышала о том, чтобы вы жаловались на своё здоровье. Но почему пожилые люди так любят жаловаться на своё здоровье? И, ну, там, 80% разговоров – это о том, как они болеют, о всяких болячках. И, как правило, это ещё происходит за столом. Очень хорошо подмечено. Я только сейчас задумался об этом и сразу получил ответ. Пожилым людям, которые так ведут себя, им просто больше не о чем говорить. У них бедный кругозор, у них ограниченное сознание. Они живут в каком-то узком мирке. Они говорят только о телевизионных каких-то событиях, о каких-то страшилках оттуда. И вот о своих болячках. Больше у них не о чем говорить. Это просто бедность сознания. Как детям и внукам перенастроить пожилых, которые вечно жалуются на своё здоровье, да? Может быть, они и не болеют вовсе, но вот как-то их, знаете, перенастроить на другую волну? Непростая задача. То, что работает принцип – яйцо курицу не учат. Попробуй, дети, попробуйте родителям что-то доказать. Они же опытные, они же знающие, они прожили жизнь. Но есть методы. Я сам это прошел со своей мамой достаточно глубоко. И когда она манипулировала тем, ой, вот я там умру, ты там… Я говорю, мам, если ты выберешь умирать, поверь, я тебя похороню лучшим образом. Ты же знаешь, я к тебе очень уважительно отношусь, люблю. Я похороню тебя самым лучшим образом. Как ты можешь так маме тебе говорить? Ну, ты же сказал, если я умру. Я говорю, ну, если ты не хочешь умирать, я тебе помогу быть здоровой. Я помогу тебе быть здоровой. Вот давай делай то, 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 то. Она, когда поняла, что это не шутки, что это все очень серьезно, она стала ко мне прислушиваться, стала заниматься своим телом и так далее. И в 87 лет она делала 50 приседаний, обливалась холодной водой. То есть вы предлагаете поговорить со стариками об их смерти? Вы знаете, в какой-то момент, может быть, стоит и так… Радикально. Да, так радикально. Хотите жить? Я это все для вас сделаю. Хотите умирать? Ну что ж, я принимаю ваш выбор. Мне жалко, конечно, но ваш выбор, и я не могу против него ничего сказать. Однажды в интервью вы мне сказали, что когда родители часто обращаются к своим детям, им просто не хватает энергии, да? Но ведь мы, дети, хотим давать эту энергию, потому что мы молоды, мы полны этой энергии, и мы хотим делиться этой энергией. Вот как правильно это распределять? Отставляю еду. Вопросы все интереснее, интереснее. Знаете, вот я родитель, у меня семь детей. Вы знаете, и мне 70 лет. И за эти годы, вот что у меня есть дети, я ни разу к детям не обращался за серьезной помощью. Ни разу. То есть это вот реально. Они это подтвердят. То есть это зависит от родителей. То, что я рассчитываю на свои силы. И я знаю, что им, да, если у них много энергии, они готовы поделиться, им есть куда делиться. Друг с другом, организация своей жизни, своим детям и так далее. То есть у них много направлений, где они могут применить свои энергии. И мне желательно не оттягивать у них энергию. Наоборот, я должен жить так, чтобы они видели пример заботы о своем здоровье, о своей жизни, о счастливой жизни. Вот для чего я нужен. Понимаете? А не просить у них помощи и не вызывать их желание мне помочь. Помогают тем, кто слаб, помогают тем, кто убогий, помогают тем, кто болеет немощью. А если я здоров, активен, счастливый, какие вопросы? Мы сейчас с вами находимся в Старой Москве. Это как раз то, что называют сердцем Москвы. Не Красная площадь, не Кремль. Те апофеоз, политика. А здесь именно народное какое-то уважение и любовь к этому месту. Здесь живут старинные москвичи. Здесь Третьяковская галерея. То есть здесь место такое сакральное. Прямо реально считается это сердце Москвы. Вы знаете, я люблю Москву, потому что Москва, она по темпераменту, по темпу, по вибрациям. Я чувствую, что это мой город, потому что мне нравится такой ритм. Такое у нас, знаете, сердцебиение одинаковое с Москвой. Неудивительно. Возможно, связь с Москвой гораздо глубже даже. Может быть, историческая. Человек всегда ощущает там, где ему комфортно. Это наверняка, об этом можно говорить. Кто верит, не верит. Но он мог здесь жить когда-то. А, то есть если место тебе что-то нравится, да? То есть если ты его чувствуешь. То есть я могла быть в прошлой жизни москвичкой. А вы верите в это? В прошлой жизни? Да, верю. Просто не все верят, поэтому я так аккуратно скажу. Просто я чувствую, что это мой город. Это наверняка так, потому что это обязательно записывается. И записывается не только в ваших каких-то там генах, а записывается пространство Москвы, того города, где вы жили. И когда вы там приезжаете туда, это пространство среагирует на вас. То есть это... Но если когда человек оставил зло, ему некомфортно в том городе. Он не хочет туда ехать. И возникают даже серьезные проблемы. Я знал женщину, которая, например, в Таллинн, ее как приедет, ее на скорую увозят. Потому что она не могла там находиться. Потому что там она совершила очень большое зло. Когда-то в историческом. И вот мы это реально, это мы раскопали, это убрали. Теперь она спокойно ездит в этот город. Так что это серьезная тема, ощущение себя в каком-то пространстве. Это или задача, или твой подарок. Вот вы сюда приезжаете, у вас все получается классно. Не просто так. Москва радуется, Москва вам помогает, Москва открыта. Понимаете? То есть она мне подает знак, да? И не только знак. Она помогает организовать, все связывает, упрощает все какие-то дела, задачи. Да, да, да. Это вот как раз говорит о том, что вы с Москвой на «ты». Андрей Александрович, я в прошлом году перестала употреблять алкоголь. И у меня такое ощущение, что у меня интуиция начала лучше работать. Это может быть взаимосвязанно? Напрямую. Напрямую. Я не знаю, вы не проводили интервью с профессором Академиком Жаном Ждановым? Нет. Он вообще считает, и правильно считает, что 100 грамм вина, вина, даже не крепкого напитка, это несколько дней ты отключаешься от высших слоев. Понимаете? То есть ты вообще, получается, отключаешься, да? Да, отключаешься. Источник закрывается. Да, ты на собственных внутренних ресурсах. Оттуда ты уже не имеешь связи. Нравится вам быть пенсионером? Оплачивайте, пожалуйста. Вы знаете, с пенсией у меня получилась интересная ситуация. Мне звонят под Новый год и говорят, почему вы не оформляете пенсию? Я говорю, какую пенсию? Говорит, у вас уже полгода закончится. То есть как пенсия идет? А вы забыли. Но у меня мама тоже самое. Я и не вспомнил. Анатолий Александрович, почему важно помнить и знать свои корни? Это энергии. Это те энергии, которые энергия жизни, как у дерева. От корней. Попробуйте, избавьте дерево. И оно засохнет моментально. То же самое. И энергии нашей древности, нашей истории, они питают нас. Мы этого не замечаем, не думаем об этом. Но это так. То есть важно знать историю своей страны. Историю своего рода. Своего рода. Начинать с рода надо. Своих близких. Ну, дальше родителей обычно. Хотя бы несколько поколений. Это уже тебя укореняет. А потом, по мере того, как ты растешь, ты уже и окружающий мир начинаешь воспринимать более объемно. И видишь какие-то исторические факты, явления, события. И все это напитывает тебя. А если человек не уделяет этому внимания, да, то есть не изучает свой род, не знает. Вот у нас, у казахов, нам проще, потому что мы знаем, каждый казах знает свое щежире. Но даже среди казахов мало людей, которые знают всю свою родологию, родословную. Ну, такие люди, вы знаете, есть вот в степи такое растение, перекати поле. То есть это в виде шара и с маленькими корешками. Вот он куда прикатился, ветер прикатил. Если есть влага, он там корешки пустил, запитался. Ветер подул, он покатился дальше. Вот это перекати поле называется, когда человек не знает. То есть он не может вырасти в дерево. Он будет все время, и его будет... В жизни вот такое вот, такое перекати поле. Хорошее слово. А когда ты знаешь свою родологию, свою родословную, своих предков, ты знаешь, как они жили, чем они дышали, чем занимались, то есть ты укрепляешь себя. Конечно. И не просто укрепляешь, ты получаешь энергии на свою реализацию, на свое творчество, на свою жизнь. Энергии ты транслируешь через себя, энергии своим детям, внукам, то есть следующим поколениям. Если ты этого не делаешь, ты приведешь эту связь и все остальные после тебя, детей и внуков. К сожалению, Анатолий Александрович, не все приходят к вашему возрасту, даже к 60 годам зрелыми. Есть, скажем, пожилые люди, но их сложно назвать мудрым человеком. Почему? Сотсом настроил на такую жизнь. Что 80 лет уже все? Нет. Пора готовиться? Нет, даже не в этом. На такую жизнь, в процессе жизни человек заинтересовался только работой, только какими-то материальными благами. Общество было настроено на такое. Пятилетки в советское время, вот это все. То есть люди работали, 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 и о них не было даже времени задуматься о своем состоянии, о своих каких-то высоких чувствах, о своей духовности. То есть этого ничего не было. И поэтому они подошли к пенсионному возрасту, не готовые к нему, не готовые к этой мудрости. А во время пенсии это время мудрости. А с чего она возьмется? Когда он всю жизнь только знал работу, дети, школу. Ну вот как эту мудрость развивать? Мы сейчас находимся с вами в Третьяковской галерее. И вот я, например, человек такой. У меня с детьми есть договоренность. Мы прилетаем там в какую-нибудь страну, условно в Россию, и сначала мы идем по их детским хотелкам, там парки, аттракционы, а затем мы идем по музеям, по выставкам. То есть я понимаю, что культура сама себя не... Ну, культура просто так не придет, да, к ребенку. Вот это как раз позиция мудрого родителя. Но не все родители сейчас так... Сейчас многие родители с детьми не так поступают. Находят место, где их могут развлекать, сдают туда, а сами занимаются своими делами. Поэтому, в первую очередь, это от нас, родителей, зависит, как будут воспитываться дети. Как воспитать мудрость уже в пожилом возрасте? Это уже детям надо помогать родителям ездить, смотреть, куда-то отправлять их, обязательно вдвоем, чтобы они... Укрепляли, да, союз? Да, укрепляли отношения. То есть сейчас много условий для того, чтобы помочь родителям стать современными. Это главная вообще задача детей, главная задача, главная помощь родителям – это помочь им стать современными. А это значит войти в современный социум, в современные информационные все средства, там, телефоны, компьютеры, прочее, интернет. То есть они должны этим владеть, они должны этим интересоваться. Это окно в мир. Поэтому дети, от детей зависит. Андрей Александрович, насмотренность тоже очень важна. Вот я, например, понимаю, что я не могу родить какую-то классную идею без насмотренности. Вот я сейчас в Третьяковской галерее напитаюсь этим духом, да, что-то меня вдохновит, и я смогу создать новую коллекцию, новое интересное интервью. Вот почему важна насмотренность? Потому что вот, в частности, здесь, здесь огромная концентрация творческой энергии. Ведь каждый художник, каждый скульптор, это столько вложил творческой энергии, все, каждое произведение звучит этой энергией. Даже не важно, что там изображено, а важно вот все то, что... Питать этот дух, да, творческий. Все, и поэтому отсюда выходишь ты на новом творческом подъеме. Поэтому так важно посещать вот такие вот места, где наполнены настоящим глубинным творчеством. Есть творчество, псевдотворчество, а вот здесь настоящее творчество. Искусство, настоящее искусство. Когда, например, тот же Иванов, художник, одну картину писал жизнь, всю жизнь, понимаете? И это же согласись, сколько он туда вложил. Да, полотно большое, но это же всю жизнь писать. Поэтому за творчеством сюда стоит идти, за творческими энергиями. Не только за творческими, но еще и за, наверное, каким-то вдохновением. Когда вы чувствуете, что вам чего-то не хватает, что вы делаете? Наполненность возникает. Ты прикасаешься вот здесь вот тоже к корням. Потому что за каждой картиной, за каждым художником стоит какая-то глубина, какой-то исторический пласт, какие-то корни. Поэтому отсюда тоже наполнение происходит. Ваш любимый художник в Третьяковке? Ну, в Третьяковке я не так не различаю, что в Третьяковке кто любимый. Классический, наверное, если подходить, то мне Айвазовский очень нравится. Мне тоже Айвазовский очень нравится. Он такой космический, да? Да. У него не просто вода, не просто море. Там вода живая. Вода такая, ну, действительно, она... Вот от нее получаешь такое вдохновение. От воды Айвазовского, от его моря, морей и океанов. Здесь по Третьяковке можно гулять месяцами. Бесконечно, да. Вот здесь где-то сейчас будет Айвазовский, да? Здравствуйте. Айвазовский в этом зале? А, вот он. Вот он Айвазовский. Спасибо. Слушайте, давайте здесь помедитируем. Шторм. Когда человек попадает в шторм в жизни своей, ну, наступает какой-то кризис, он должен этому радоваться? Здесь важно не испугаться, не запаниковать. Я бывал в настоящем шторме. Я на яхтах ходил. У меня была яхта даже. И однажды побывал в таком шторме, двое суток, вот, голова-ноги, как говорится. Поэтому я пережил это в шторм морской. Ну, и если проводить аналогию, шторм в жизни, он тоже мало чем отличается от этого. Но человек должен радоваться? Это высшая степень принятия того, что происходит. Радость. Как только у вас наступает кризис, нужно радоваться? Это высшая степень. Это надо к этому... Это такой high level. Да. Да. Мало кто достигает такого состояния, который в шторм радуется. Помните, буря, пусть грянет буря. Это про буревестника. Слово как раз об этом. Вот это радость.